Высший пилотаж моих ошибок, да, чуть не привел, в 18-м году Расул показывал, да, какая кукуруза у меня была, да. Значит, почему так было? Потому что мы всегда сеем не сильно глубоко, действительно, 4 сантиметра, это максимально, гринплей, селка, она до 5 селит, но всегда, я на Кубани, у меня 2500 гектар, вот Расул рассказывал один к одному, короче, Берегиня первая и, короче, это, но поездка в Бразилию, да, перевернуло, ну, как бы мышление, если континент не пашет, почему у нас не получается, и я всегда считаю, что это не технология виновата, и действительно, эта технология, Виктор Кирилевич прав, а не способ обработки почвы, не технология виновата, виноваты люди, которые неправильно ее применяют, и неправильное применение технологий ведет к тем ошибкам, которые нам, ну, не дают, ну, как бы нормально работать, и неправильное применение технологий, ну, значит, сказывается, прежде всего, на результаты работы, вот, и всегда хочется получать максимальный результат, вот, я вообще проигрывать не люблю, вот, я постоянно проигрываю классиком, вот, у меня большая проблема, то, что они получают больше врожа, чем я, работая по новой типу, но мы все равно у них выиграем, в этом у меня полнейшая уверенность. Значит, что я хочу сказать, значит, ну, сейчас коротенький анекдот расскажу, значит, поймали партизаны-индейцы, ну, и после того, как индейцы выбрались из партизанского плена, Чинганчкук рассказывает, я говорю, слава богу, в нашей команде был зоркий сокол, только на третий день он увидел, что задней стенки нету, а так три дня сидели ни воды, ни еды, но точно так же я проработал на наутиль, значит, с 2009-го, первые опыты, точно так же, Союз, ну, Рассул рассказал, точно сейчас только я увидел, что задней стенки нету, на всяких совещаниях все говорили, что наутиль начинается с уборки, да, мы пропускаем именно уши, да, а почему? Та, чувствую, что сожатка дорого, да, значит, та, распределение остатков, растительных остатков, ну, понятно, ну, промышленность у нас такая, если там выпустили комбайн без полового разбрасывателя, ну, ничего страшного, и вот так из года в год, то, знаете, кто пьяный, то нехая, да, поэтому не хочется там покупать этого, не хочется переделывать, но с вот этого года я просто, как бы, все свои комбайны, короче, я перевожу на очоз, значит, на всех комбайнах, включая даже доны, у меня доны еще есть, джанвиры, и, ну, Агросы 595 я купил уже с полового разбрасывателями, то есть, в прошлом, просто пришлось поменять полностью парк комбайнов, чтобы они были с полового разбрасывателями, и на них я все поставил очувствующие жадки, причем, я так смотрю, на протяжении всей моей работы, на мне тренируются все вот эти производители, ну, техники, сначала тренировались, береги не продавали, там, сейчас, короче, купил этот Озон русский, значит, отработал в прошлом году нормально, хорошо отработал, в этом году я купил еще три дефекта, ну, посмотрим, как они будут работать. Почему я это сделал? Значит, где наши ошибки? Вот мы просто, как бы, всегда люблю семинары, всегда участвую, спасибо за приглашение, спасибо, что проводится вот это. Где наши ошибки? Наши ошибки в том, что мы невнимательные. Вот, если, допустим, есть пять принципов наутила, то это закон. Значит, сейчас я нечего их рассказывать. Значит, первый принцип – это минимальное воздействие на почву. Значит, вот, и каждый теперь посмотрите, минимально ли мы воздействуем на почву. Причем, это не только минимальное воздействие на почву, это не только посев. Это опрыскивание, это гербициды, это фунгициды, это все воздействие на почву, все воздействие на почву, на почвенную биоту. Задайтесь вопросом, минимально ли мы воздействуем. Ну, а теперь посев. Значит, любая сев, кроме сев, которая делает невидимый посев, это не наша северка. Почему? Мы, обратно, так же, как в анекдоте, да, мы то же самое. Мы только сейчас поняли, что, оказывается, перемешал солому с землей. Мы радуемся, я говорю, о, биота как работает, съела все, да? Это не биота работает, это мы так работаем. Так мы же перемешиваем. Любая северка, которая перемешивает, значит, никогда не накопишь ты растительных остатков. Никогда. Значит, что надо делать? Вот я задавал вопрос, привез Максима. Значит, у него такой нормальный подход. Меня не устраивает мировое северкостроение, его тоже не устраивает, он свою сделал. Ну, я считаю, что это одна из лучших северок, которая как бы в дальнейшем будет. Значит, она делает именно те вещи, о которых я говорил. При всем том, что вот этот комплекс, который у него, у него 8-митровая северка, а у тебя не трактор 12-21. Вот это минимальное воздействие на почву. Значит, северки, ну, вот, должны быть, значит, с этой философией, значит, такие северки должны быть. Значит, дальше, это первый принцип, минимальное воздействие на почву. Второй принцип, это равномерное покрытие растительных остатков. Значит, причем мы к этому не прислушиваемся. Часто даже, ну, как бы, ну, без полового разбасителя, ну, есть у нас эта борозда. Но эта борозда не просыхает, мы позже войдем в посевную компанию. Позже входим в посевную компанию, мы теряем. Неделю мы теряем вегетацию, и уже мы привыкли, и говорим так. Ну, мы всегда знаем, что, короче, через неделю мы пойдем, будем сеять квасики, а квасики уже эту влагу забирают. Поэтому, значит, повторяю, ключевое слово равномерное. Раскрытие растительных остатков. Что может лучше сделать? Только очез. Все остальное, срезы, ну, высокий срез, это, да. Да, ну, даже если у вас это, то, если вы высоко срезали, после моего выступления еще выше речьте. Еще выше. Чтоб было равномерное покрытие. Дальше. Ну, это только два принципа. Вот два принципа, и все. И мы считаем себя наукивщиками. Значит, вот мы, этот, нет. Значит, третий принцип, это разнообразие. Под разнообразие, я задавал вопрос, 90% под разнообразие понимают это все вооборот. Это примитивный подход. Что такое разнообразие? Разнообразие, это значит, твоя почва должна, твою пилоту, в которой, мы даже не знаем, там, миллиарды, триллионы, сколько там их, ты должен ее кормить не только теми культурами, которые ты выращиваешь. Ты должен кормить, ты должен делать природу, хотя бы подражать природе. Ты должен делать лух. Значит, ты должен обязан сеять покровные культуры. Вот я, ну, вообще часто мнения такие, да они не сходят, да они не... Я каждый год сею покровные культуры, но до этого года я сеял их, ну, в моно-поселе. Ну, как бы, не было понимания. По ватри же, понимаете, если бы умный был, то было бы понимание. Но сейчас, с этого года, я, короче, тоже буду сеять смеси. При всем том, что это такое направление, где мы еще, как бы, ну, не знаем, многого не знаем. Но я думаю, чем больше, тем лучше. Пока-такой подход. Значит, зачем нужно это делать? Значит, это нужно для того, чтобы биота не проседала. Если мы, допустим, убрали урожай, да, и наше поле пересохло, то брошь цена. Хоть ты там укрой, там, это, ну, слой, да, все равно он пересохнет, и твоя биота погибнет. Та, которая, та, которая будет без влаги, она, ее уже нет, она умерла. Та, которая с влагой, да, она будет сжать ваше органическое вещество. Вот, профессор-тридер каждый раз об этом говорит. Да, поэтому, поэтому, ну, надо думать, значит, что надо делать. Значит, действительно, надо сеять это все и делать. А если она только минутка еще. Ну, у меня два принципа осталось. Значит, они короткие. Значит, Четвертый принцип это постоянно живые корни. Я вообще его не понимаю. Вот, правда, не понимаю. Но я им верю, что должны быть постоянно живые корни. Значит, пока не забыл, тоже скажу. После моего выступления перечитайте Фукуоку. Вот я считаю его родоначальником наукила. Он даже, наверное, об этом не знал, но у него все пять принципов есть. Ну, короче, почитайте, поймете. Постоянно живые корни. Значит, что мы будем делать в этом году? Помимо того, что мы будем сеять покровные культуры, мы их остановим в августе. И я хочу засеять из покровных азимных культур это азимую рожь и азимую дику. И буду останавливать их только на следующий год. То есть я хочу, чтобы мои поля были максимально живыми корнями. Чтобы, значит, биота моя получала именно углерод от растительных остатков, а не от органического вещества. Ну, и пятый принцип это, знаете, животное на поле. Если, короче, четвертый мне непонятен, то пятый не выполним. Но это тоже надо делать. Поэтому все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.